МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время водитель грейдера не заметил ребенка и засыпал его снегом во время уборки. Власти Сургута изменили программу благоустройства. Теперь претендовать на детские спортплощадки может каждый двор. Прокуратура округа проведет свою проверку больницы Югорска, в морге которой хранилось просроченное детское питание. Сейчас ревизией в учреждении занимается департамент здравоохранения региона. Однако в надзорном ведомстве решили организовать инспекцию. Как пояснили в прокуратуре информационному агентству Новый день в ситуации, вероятно, нарушения федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического. Сейчас будет выясняться, зачем продукты хранились в морге, на основании чего они там оказались, цитируют наши коллеги представителей ведомства. Прокуратуру заинтересовало, кто допустил, что 3 тонны детского питания, которое было куплено за бюджетные деньги и предназначалось для малышей, оказались просрочены. Напомним, о странном складе в прощальном зале морга сообщил на своей странице ВКонтакте депутат Думы Югорска Антон Пантин. Депздрав проводит внеплановые проверки закупок и условий хранения детских смесей и каш во всех больницах региона. Не заметил. В Когалыме 8-летний мальчик попал под снегоуборочную машину. По предварительной информации Следственного комитета Югры, водитель Грейдера не заметил ребенка и засыпал его снегом. Мальчик получил травму ноги, его госпитализировали. Как рассказали в мэрии Когалыма, ребенка прооперировали и для дальнейшего лечения перевели в Нижневартовскую больницу. Проводится проверка. Это уже не первое ЧП, которое связано со снегоуборочной техникой. На прошлой неделе, напомним, в Сургуте на улице Бажова трактор во время очистки двора переехал пенсионерку. Скорее всего, она переходила дорогу, когда водитель сдавал назад, ей попало в слепую зону. Женщина получила серьезные травмы и скончалась в травматологической больнице. Возбуждено уголовное дело. Глава в районе Андрей Трубецкой оценил качество уборки снега. Побывал он в Белом Яру, Барсово, Солнечном Ленторе и Нижнесартымском. На местах Трубецкой и руководители поселения обсудили текущие проблемы, а конкретные предложения и запросы решено вынести на очередной совет. Почему в некоторых местах района качество уборки снега хромает и каков штраф для не очень ответственных коммунальщиков, выясняла Юлия Полискачева. Несмотря на режим жесткой экономии, в районной администрации готовы выделять дополнительные средства на нужды субъектов. Но решать проблемы, как говорится, нужно на берегу. Андрей Трубецкой заявляет о том, что возможность привлечения дополнительной спецтехники нужно прописывать в муниципальном контракте в момент его заключения. Это же касается и оформления документов. Что на бумаге написано, то и получаете. При посещении городского поселения Белый Яр я обратил внимание, что в принципе тупиковая территория, многоквартирный капитальный дом, то есть он не оформлен как дворовая территория, он оформлен как проезд и содержание дворовой территории это, конечно, уже обязанность управляющей компании. Ну и, конечно, призываю глав поселения все-таки принципиально и жестче подходить к муниципальному жилищному контролю, к работе подрядчиков, потому что, пожалев подрядчика, население нас точно не пожалеет. В посёлке Барсово утверждают, что на сегодня все основные дороги почищены. Вовремя мобилизовали силы. Даже в снегопад магистрали старались сохранять чистыми. А теперь проблемные места – это проулки и подъезды к калиткам частных домов. Сложность в том, что они не включены в контракт. Их просто-напросто нет в общем плане. А значит, и деньги на уборку снега здесь не выделяются. Понятно, что этих мест в кадастровом плане, то есть в плане в контракте их не предусмотрено. Мы уже идём навстречу, то есть просим подрядчика где-то такие нюансы устранять. Вот снег протается. И активно тает. Понятно, что сейчас мы думаем, что будет проблема с лужами. Потому что всегда есть места подтопления, куда вода сходит. И здесь будет очередная у нас борьба со стихией. По сравнению с прошлым годом на ремонт и содержание дорог из районного бюджета выделено на 18% больше. Всего 140 миллионов рублей. Сама собой возникает мысль, что при увеличении финансирования качество работ не только не должно страдать, а ещё и улучшится. Однако, по мнению многих жителей, ситуация со снегом в Сургутском районе так себе. Администрация, чтобы нивелировать проблему, запустила флешмоб, чисто ли в районе. 170 обращений уже отработали. Причин и оправданий можно найти множество. Превышение нормы осадков, нехватка техники. Но, как оказалось, возникают проблемы и с организацией работы у новоиспечённых и неопытных. К примеру, такая ситуация сложилась в Сытомино. Так получилось, что там глава поменялся, а подрядчик ушёл вместе с прежней главой. И он долгое время не мог найти подрядчика. Нашёл, он просто свои функции не выполнял. Вот сами главы начинают выходить, потому что они доказывают, что подрядчик просто не выполняет свою работу. Сейчас в районе сложно найти добросовестных подрядчиков. Поэтому администрации, возможно, стоит рассмотреть вопрос о передаче полномочий по уборке снега муниципальным организациям, чтобы держать проблему на коротком поводке. К тому же штрафные санкции, которые хоть как-то влияли бы на ответственность коммунальщиков по очистке территорий от осадков, в Сургутском районе не предусмотрены. Юлия Плескачёва, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Сургутские слесари и инженеры в числе лучших в УРФО. По итогам федерального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда», который прошёл в Тюмени и Новом Уренгое, специалисты городских тепловых сетей завоевали призовые места. Причём номинации, в которых победили сотрудники ГТС, были дебютными для всероссийского конкурса. Ольга Нахаева продолжит. В Тюмень и Новый Уренгое на конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» приехали лучшие инженеры теплотехники и слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики Уральского федерального округа. На федеральном этапе Сургут представляли сотрудники ГТС. Дипломантом первой степени в номинации «Лучший слесарь ПОК КИП ИА» стал Игорь Федий. Он более четверти века занимается эксплуатацией, ремонтом и наладкой контрольно-измерительных приборов и автоматики. Девять лет обслуживает оборудование модульных котельных предприятий. По словам Игоря, такие соревнования дают хороший толчок к дальнейшему развитию. Появляется возможность поработать на незнакомых моделях техники и больше узнать о своей профессии. Алексей Виноградов работает в должности заместителя начальника района теплоснабжения номер один по ремонту. Это теплогенерирующее подразделение городских тепловых сетей, которое эксплуатирует 15 городских котельных. Для конкурса профмастерства Алексей разработал и представил проект по оптимизации работы одной из котельных приуральского района Ямала. Разработка поможет сэкономить более 40% энергоресурсов, необходимых для обеспечения теплоснабжения посёлка. По итогам конкурса сургутяник завоевал четвёртое место в номинации «Лучший инженер теплотехник Пауэрфо». Высокое достижение как для Алексея, так и для ГТС. Благодаря данному конкурсу удалось встретиться с коллегами из других регионов, понять, как они работают, на каком оборудовании. То есть было очень много интересного. Им было интересно о нас узнать, нам о них. По этим двум номинациям «Славим человека труда» проводился в УРФО впервые. Главная цель конкурса «Профмастерство» – повысить престиж рабочих профессий и привлечь молодёжь в производственную сферу. Ольга Нахаева, Екатерина Абдулова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Тургеневские девушки, светские львицы и музы. В Сургуте выбрали «Нефтяную королеву-2019». 12 участниц готовили визитную карточку, творческий номер, учились дефиле, штудировали театральное искусство. Катерина Абдулова знает, кто стал королевой компанией «Сургутнефтегаз» в этом году. Праздник красоты и женственности всегда собирает полный зал. В этом году конкурс «Нефтяная королева» посвятили году театра в России. На сцене Дворца искусств «Нефтяник» – тургеневские девушки, светские львицы и музы. В жизни экономисты, бухгалтеры, технологи и геологи. Показать свои таланты и актерские способности предстояло 12 сотрудницам компании «Сургутнефтегаз». Они все разные, с увлекающимися талантами, огромным перечнем, увлечением. Они разного возраста, у них разные должности, но объединяет их одно – любовь к своей профессии, преданность своему предприятию, гордость за «Сургутнефтегаз» и желание добиться успеха. В борьбе за титул «Нефтяной королевы» четыре творческих задания. Визитная карточка, творческий номер, вопросы на знание театрального искусства и дефилия. Перевоплощались девушки в самых разных персонажей. Вы попали с вами в театр, вы попали на спектакль. А главные действующие лица – это вы, девчонки, главные подписки сегодня. Все женщины королевы, и как я часто говорю, многие уже слышат, лучше, что создаваясь кульпо – это женщины. Титул «Нефтяной королевы» и приз зрительских симпатий достался Светлане Ломакиной, специалисту управления по обслуживанию производства НГДУ «Нижнесартымскнефть». Светлана занимается охраной труда, но уверена, что творчество можно привнести в любую профессию. Со мной команда, то есть я не одна, это наша общая победа, победа НГДУ «Нижнесартымскнефть». Титулы «Вице-мисс» получили Галина Троянуца, артист эстрадного оркестра Дворца искусств «Нефтяник» и Юлия Чучугова, администратор зала ресторана гостиницы «Северной». Остальные девять участниц конкурса взяли различные номинации и были награждены дипломами и подарками. Катерина Абдулова, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости. Керамика как искусство. Сургутский художественный в рамках проекта «Музей и территория» презентовал новую выставку. Экспонаты «Глиняная посуда». Самый древний предмет датируется третьим веком до нашей эры. Для гостей акции разработали специальную программу. Она включала экскурсию, творческие встречи с мастерами гончарного дела и художниками-керамистами, а также мастер-класс. Екатерина Любишева знает больше. Здесь прошлое встречается с настоящим. На экскурсии по выставке керамики рассказывают о средневековых артефактах 9-14 веков. Все они из собрания художественного музея. Затем плавно переходят к творениям современных мастеров, причем сургутских. В эпоху неолита, это поздний каменный век, человек как раз тогда изобрел керамику. И Инна Шевченко воссоздает подобные сосуды, потому как это достаточная редкость где-то найти их целыми. Практически это уже исследовательская работа, это уже научная работа по воссозданию. И применяет она те же приемы и техники, которые использовали древние люди. Сургутская мастерица Инна Шевченко воссоздает изделия без гончарного круга, вручную запекая, впрочем, их в печи, а не в костре, как делали до нашей эры. Во время экскурсий часто звучат интересные термины «вощение» и «молочение». Это обработка воском или молоком. Нужно это для того, чтобы глина держала воду. Сколько способов обжига существовало и зачем жидкую глину запекали снова поверх готового изделия, специалисты музея будут рассказывать на выставке «Керамикой». Как искусство до 28 апреля. А вот уникальные мастер-классы прошли однократно. Семейную акцию назвали «Керамикс». Включила она квесты и викторины. Дождь на музее просто не вправе оставаться в отрыве от той территории, на которой мы находимся. И каждый год мы стараемся проводить акции, которые и презентуют все богатство нашего края и показывают творчество уникальных мастеров в игры. Акция проходит уже не первый год. Итак, в прошлый раз мы представляли уже касторезное искусство и показывали все многообразие этого удивительного ремесла. Лепка на гончарном круге – это занятие для смелых. Важно не бояться испачкаться и остаться без маникюра. Может, на протяжении тысячелетий посуда в Западной Сибири лепилась вручную, мы это будем делать, используя гончарный круг. Хороший способ отвлечься от мирских проблем. Дети проходили все столы с мастер-классами по нескольку раз. Я хочу долучиться с истойку. Лепить? Да. Лепить. Сегодня я делал поделку, получается, на черной глине, сверху белой, но уже протертой, там с водой. Наносил ее и рисовал елочку. Для развития моторики, естественно, да и вообще для развития детей это очень хорошо. У меня ребенок доходит уже на глину, год уже почти отходил. И он знает все эти названия, что такое, как там, Кирилл? Шлекер, да, называется? Шлекер? Красная глина, белая глина и коричневая глина. Вот, это его мечта была слепить свистульку, и вот она его сбылась, мечта. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Сургут примет чемпионат России по спортивному ориентированию. Гонка состоится на Барсово на территории базы Олимпия с 28 марта по 2 апреля. Об этом журналистам сообщили в спорткомитете администрации Сургута. Первая лыжная гонка пройдет 29 марта. Это будет классика, общий старт. 30 марта будет то же самое, но с интервалом между участниками в одну минуту. 31 числа лыжная гонка эстафета. Все закончится марафоном 1 апреля. Участникам нужно будет построить самый короткий маршрут через все контрольные точки. Успехи отобразятся на специальных датчиках. Заявились более 100 спортсменов со всей страны. Приедут и из Хабаровска, и из Москвы. В том числе мастера спорта международного класса. Зрительских точек в лесу не предусмотрено. Данное мероприятие это преддверие более крупного мероприятия, который пройдет в 2020 году в городе Ханты-Мансийске. Также примерно в марте будет проходить чемпионат Европы по зимнему ориентированию на биатонном центре. Так что вот это пока мы так как тестовый вариант проводим. По основным позициям и обращениям от жителей. Глава Сургута отчитался о работе перед губернатором Югры Натальей Комаровой. Вадим Шувалов рассказал, что в прошлом году в нашем городе построили почти 95 тысяч квадратных метров жилья. Полностью и не без поддержки правительства округа решили вопрос с балками. Высокие темпы переселения планируют сохранить и вплотную заняться ветхими и аварийными домами. Всего на жилищные программы в Сургуте в прошлом году направили 1 миллиард 700 миллионов рублей. Условия улучшили больше тысячи семей. Обсудили и ремонт дорог. В 2018 на асфальтирование потратили 512 миллионов рублей. Наталья Комарова призвала Вадима Шувалова настроиться на новый федеральный проект, в котором мог бы участвовать Сургут. Он предполагает, например, не просто перевод общественного транспорта на газомоторное топливо или электричество, не только ремонт дорог или строительства новых, но и создание общественной среды во всей этой системе. Готов и муниципалитет, готова команда как бы вот именно охватить этот пилотный проект именно в Сургуте, потому что он действительно самый крупный город и нуждается в таких комфортных пространствах. Глава региона озвучила Вадиму Шувалову обращение от населения и, соответственно, направление, по которым нужно работать. Одно из них – межквартальные проезды. Некоторые в Сургуте юридически являются бесхозными. Как следствие, за ними никто не следит, не ремонтирует и не чистят от снега. Наталья Комарова попросила градоначальника скорее принять решение по таким дорогам, чтобы не подрывать доверие людей. Обозначила губернатор еще несколько тем обращений – справедливость начисления платы за ЖКУ и вопросы дольщиков. Написали главе округа и о переполненности групп в детских садах. Наталья Комарова попросила градоначальника проверить эти сообщения по нескольким позициям. Понятие, насколько это влияет на неудовлетворительность оказываемых услуг, или, по крайней мере, что это так именно воспринимают люди. Прошу на это обратить внимание. Доложите мне. Хорошо, на это. Получить детскую или спортивную площадку в своем дворе станет легче. Глава Сургута Вадим Шувалов написал в своих аккаунтах в социальных сетях, что власти внесли изменения в программу «Комфортная городская среда». Раньше такие комплексы устанавливали во дворах только в рамках общего благоустройства. Теперь деньги из бюджета можно получить конкретно под игровую или спортивную зону. Условия тоже, что и для комфортной городской среды – софинансирование. Часть денег выделяют из казны, остальную доплачивают жители. Соответствующее решение должно быть принято на собрании собственников. Глава подчеркнул, что, как правило, людям приходится доплачивать меньшую часть от общих затрат. Больше новостей на нашем сайте indifisnews.ru. У меня на этом все. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Сауна, турецкая парная, инфракрасные кабины. Поселок Финский. Телефон 51-81-71. Подробности об условиях акции в группе vk.com. Надоели вросшие волосы и частое бритье? Попробуйте эпиляцию будущего. Безболезненно, надолго, с эффектом подтяжки и омоложения кожи. Интеллектуальная лазерная система фотона удаляет даже светлые волосы и подходит для загорелой кожи. Косметология будущего Голдберг. Проспект Ленина, 18. Купить собственную квартиру – значит ходить дома в том, в чем хочется вам. Купить собственную квартиру – значит включать свет там и тогда, когда хочется вам. Купить собственную квартиру – значит сделать такой ремонт, какой нравится вам. Купить квартиру в ЖК «Северное сияние» – значит купить комфортную квартиру, которая будет нравиться всем. Но жить в ней будете вы. Жилой комплекс «Северное сияние». Телефон на дело продаж в Сургуте. 39-02-02. Улица Есенина-2. Компания «СИП Промстрой». Добро пожаловать к себе домой. Только в эфире ЛАВ-Радио. Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай ЛАВ-Радио. Я страстно хочу похудеть! Я страстно хочу похудеть! Я страстно хочу похудеть! Тренинг Лаптева Андрея Викторовича. 30 марта. Гала-отель. Подробно на сайте доктор Лаптев. И о погоде на 29 марта. Здравствуйте в студии Алена Раковская. В пятницу на юг Тюменской области прорвется циклон с юго-запада. Небо закроют многослойные облака. Пройдут облажные осадки в смешанной фазе. Наибольшее количество ночью. С вероятностью гаволедных явлений при температурном фоне на несколько градусов выше климатической нормы. До среднего приобия первые снеговые тучи доберутся лишь на исходе дня. А большую часть суток здесь будет сказываться относительно сухой сибирский антициклон. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями осадков не ожидается. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 0-5. Утром облачно, преимущественно без осадков. На столбиках термонтров около 3 градусов мороза. Днем также облачно, а к вечеру возможен небольшой снег. Направление ветра юго-восточное. 4-9 метров в секунду. Температура 0-5. В магазине «Домашний погребок» большой выбор самоваров. От классических до расписных. А также продукты для изготовления праздничных напитков. Дрожжи, натуральные ароматизаторы, дистилляторы, бочки. «Домашний погребок», торговые центры «Агора» и «Богатырь». Акция в магазинах «Домашний погребок». Скидка 10% на самовары, бочки плюс дисконт. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и составить 752 миллиметра ртутного столба. До 30%! И это не шутки. Игрушки, одежда, питание для малютки. Лови момент и получи комплимент. Подарок на сдачу и шарик в придачу. В «Карапузе» с 30 марта по 1 апреля. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам добра и здоровья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!